Дмитрий Сирин Дмитрий Сирин Дмитрий Сирин Дмитрий Сирин Максименко неплохо себя проявил. Вышел в финал, где уступил Полиховичу в достаточно равной борьбе. Думаю, что первый круг он должен проходить без особых проблем. Дмитрий Поливко попал на победителей квалификации Киселев Иванов. Мы сейчас не знаем, в какой форме находится Дмитрий, но в любой своей форме он должен проходить одного из этих ребят. Штинников Олег также попал на квалификацию. Он достаточно давно очень хотел пройти подальше в турнире Мастерс. И вот наконец у него представился отличный шанс. Думаю, что все будет нормально у Олега. Следующая пара это Ярковский и Григорьев. Достаточно интересное намечается противостояние. Думаю, что будет очень упорный, долгий матч. Так как оба находятся в неплохой форме. Оба бойцы. Оба готовы сражаться до последнего. Умеют держать мяч, пробивать. Думаю, что это самый интересный матч первого круга. Победителя предсказать сложно. Еще один интересный матч. Потемкин-Вельчо. Максим Вельчо, конечно, очень хорош. Также бывал в финале, в полуфинале точнее, где уступил Смолерчуку в достаточно упорном матче. Но Потемкин все-таки профессионал, должен проходить. Не повезло, конечно, Вельчо. И еще один невезущий человек на мастерсах. Это Ерофеева Екатерина, которая опять попала под каток. С Эдуардом Смолерчуком она уже играла. По совету Олега надо чистить карму Катин. Да, скорее всего опять вылетает в первом круге Екатерина. Ну и давайте сделаем прогноз на полуфинал. Я думаю, что выглядит будет все так. Вельхович Максименко. Максименко будет шанс взять реванш, но навряд ли он им воспользуется. Хотя мы не знаем, как он порывал это время. Может парень нереально тренировался и сейчас просто рвет и мечет. Штиников против Потемкина. Думаю, что Олег должен дойти до полуфинала. Он очень хочет выигрывать, играть с профессионалами. Думаю, что будет интересный матч. Но я ставлю все-таки на Потемкина. Ну и финал Полихович-Потемкин. Согласно вашему голосованию Потемкина шансов больше. Ну, посмотрим. Думаю, что турнир будет достаточно интересный. Будем вести трансляции, делать обзоры. До встречи на кортах.